Игровой канал Ивана Полиота представляет Дорогие друзья, всем большой привет! Меня зовут Иван, вы на канале Полиота. Вновь с вами Ведьмак 3, Дикая Охота, 29 серия нашего с вами пребывания в этом великолепном ведьмачьем мире. И после очередного моего небольшого перерыва бытового житейского, я возвращаюсь на поля с удовольствием демонстрировать вам эту великолепную игру. И перед тем, как мы продолжим, я решил немного продавать скопившийся у меня хлам. У меня, кстати говоря, прокачался уже 11 уровень и очень-очень много разного ненужных всяких палок, которыми я обзавелся, путешествуя, пошла из серии по карте. И открывая места интереса, знака вопросиков, чем мы с вами, друзья, займемся и в этой серии. Полазим, посмотрим, кое-что я пропускал, кое-что не успел дооткрыть. Да и, в принципе, уже можно будет попробовать побывать в тех местах, которые были для нас труднодоступными. То есть, у меня там еще на берегу есть один призрак, я помню, которого мы сейчас попробуем в этой серии с вами одолеть, собрать с него лут. Там даже не то, что там сундук у него, а не с него лут, а именно сундука, который он охраняет. Вот, и здесь вот я еще помню, в прошлой серии испугался Грифона, проезжая мимо вот этого знака вопросика, да, но Грифон-то на самом деле крутится чуть повыше. Я не знаю, какого он уровня, я так на него и не отважился что-то пока нападать на этого Грифона. Но уверен, что чуть попозже, когда я уже сейчас еще подноторею, поизучаю. Я просто, к сожалению, не всегда мне удается отрепетировать места силы, места интереса все эти, чтобы прийти со спокойной душой все это дело записывать, вам показывать. Так вот, да, у меня, кстати, одно очко умений, один талантик после левелапа остался. Я хочу улучшить до конца знак Игни, до пятого уровня. Вот, я надеюсь, в ближайшем будущем мне удастся прокачаться, еще поднять уровень побольше. Может быть, будут находиться места силы, места интереса, а именно места силы, которые нам дают эти очки умений. Будем развивать с вами потихонечку нашего персонажа. Одинский уровень, 30, 29 частей, уже почти 30 частей с вами, а мы только-только в самом начале. Нас, конечно, еще ожидает много сюжетных интересных заданий. Постараюсь в ближайшем будущем, в ближайших частях уже вам это все дело продемонстрировать также. Вот, здесь я, как вы видите, проскочил мимо, потому что серия проскочила мимо этого, какого-то здесь, разваленных руин, где обитают, как всегда, призраки. Призраков в этой игре пока что очень-очень много, поэтому я подумаю, когда освободится еще один слот, попробую действительно повкачивать знак Ирден, который будет существенно усложнять призракам нашего умерщвления, а нам, соответственно, его облегчать. Вот видите, круг очень маленький, а эти салачи здесь очень много, уровень у них все равно он уже больше, чем мой. У них 13 уровень, на парочку побольше, но так вполне себе терпимо, можно одолевать, да. Просто единственное, проблем их здесь весьма-весьма много. Я как-то повторюсь, пропустил, проморгал этот момент. Ой-ой-ой, видите, он скопировался, телепортировался. И, кстати, чем мы с ними равняемся по-отве, как-то видите, Геральт поактивнее начинает по ним попадать. То есть обычно какой-то такой эффект пронизывания мечом с призраками именно, они, как-то я уже говорил, они в каком-то потустороннем мире еще наполовину, да, пребывают, поэтому мы вынуждены их замедлять или пользоваться лунной пылью, бомбой. Вот, ну вот, в этот раз как-то удается мне по ним более эффективно наносить урон. Ну и они, зараза, по мне, тоже так неплохо откашивают. И вообще, в принципе, призраки сами по себе, как я уже говорил раньше, враги весьма суровые в этом мире, ведьмака. Начиная с самого первого, с самой первой части выносили мне мозг. А здесь-таки вообще активнейшим образом сейчас, когда они постарше уровня, просто для меня одолевают своим количеством и качеством наносимого урона. Ну, вроде мы с вами одолеваем их, опять же, собираем лутецкий. У меня есть умение лакомка, которое вы сейчас видели, когда я открывал панель умений Геральта, доступных мне на данный момент, они же еще не все, у меня слоты открыты. И мы с вами, конечно же, по мере прохождения будем это все дело максимально комфортно для себя выстраивать эти билды. Ну, насколько канонично у меня это все получится сделать, я не могу пока ручаться. Конечно, хотелось бы мне по, скажем так, по мере прохождения на более высоких уровнях уже, да и более поздних этапах этого прохождения, сюжетного, да и не только сюжетного, и вообще, в принципе, по карте, и по скеллинге здесь, и по высокоуровневым точкам интереса, хотелось бы, чтобы у меня, конечно, преобладало больше, больше сет волчий, потому что он и смотрится круто, я уже об этом тоже говорил. Конечно, на легких атаках в большей степени сконстрированный сет кошачий, школа кота, да, но, да и в принципе он мне будет, по-моему, даже попадаться пораньше немножко, нежели удастся. Так, дорогая Эльке, слава богам за то, что люди в них верят. Мы этим два раза воспользовались. Во-первых, украли мы кучу серебра из святилищ, никто нам на ним не следил. Известное дело, кто посмелился в божьи дела лезть, да и святотатствовать. Ну, а во-вторых, спрятали мы все в руинах, которые будто прокрыты эльскими башками. Никто туда не заходит, никто туда не заглядывает. Нам даже не пришлось специально сокровища прятать, тут все равно безопаснее, чем у Вивальди в банке. Сегодня ночуем в лесу, а после поеду я в Навиград искать купца на весь товар. Мы будем богаты, эльки богатые, и вот тогда я, может быть, что-нибудь брошу на храмовый поднос, благодарный за глупости несу и вере. Твой Эдвер. Интересно. Ну, видать... А, вот здесь, да, валяются парочка трупцов. Не знаю, их ли призраки нас сейчас атаковали, но... Может быть, и призраки более древние эти еще не успели тут. Но, друзья мои, нам сейчас расслабляться нельзя. Нас сейчас ожидает весьма сложный бой тоже в черный раз с призраком, но этот призрак будет уже как полуденица нам здесь, да, представлен. Не знаю я, правда, с чем полуденица. Обычно какие-то вообще просто проклятые-проклятые полуденицы, полуденицы. Но... Грехов тут немало натворено вообще, в принципе, за многие-многие годы. Этих полуденицы, полуденицы мы с вами встречали также не только по сюжетам или каким-то второстепенным заданиям, а и просто чисто вот в полях. Они у нас были еще в первом Ведьмаке, я помню. И полуденица, и полуденица. А эта скотина, она, обратите внимание, 15 уровня. Я не использую бомбу лунную пыль, а у меня, по-моему, ее нет сейчас. Но я, в случае, ее не взял точно в эту самую, в себе в карманы. Здесь на этой небольшой площадке весьма эффективно и знаком Ирни пользоваться. Небольшую площадь покрывает. К сожалению, эликсирный ясно у меня уже перестает действовать. Но мы вроде бы как бы успешно пользуемся. Вот видите, она как будто в потусторонний мир уходит. И звук такой даже характерный. Ударов по ней геральтовым мечом. Вух-вух, как Джеки Чановский такой звук. А когда происходит попадание как-то по материальному. Такой прям отчетливый, более громкий. Хлещущий такой, да, получается удар. Но вроде мы с вами ее одолеваем. Вроде бы без особых трудностей. Так, и получаем за это награду рецепт квибрита. Квибрита и выполненное задание не играя с богами. Ну, не играя с богами это задание относится как раз к этой записке, которую мы нашли в ногах у бедолаги. Так, вот у меня, кстати, арбалетик. Есть уже синенький, получше. Ну, давайте, естественно, раз мы можем его нацепить. Мы лучше, конечно же, нацепим более такой... Такой, да, лунной пыли у меня сейчас нет. Мне необходимо, конечно, помедитировать было бы. Вот, но медитацией нам заниматься сейчас пока что не с руки. Я сейчас хочу дооткрывать. Вот видите, там чуть выше Дуэнхен такой. Не помню уже, что это за место такое. Ну, сейчас мы отправляемся туда. Нам необходимо будет сесть на лодочку и переправиться чуть выше и севернее, северо-восточнее. Знаку вопроса, да, там будет нас ожидать. Персонаж интересный один. Он тоже такой проходной. Просто там какая-то то ли водная баба, по-моему, то ли еще что-то подобное. Но заглянуть нам туда в любом случае надо, потому что место находится на отшибе. И чтобы потом не тратить время. Я сейчас перемотаю немножко все эти движения лишние, потому что они отнимают много времени. Ничего интересного за этот момент, пока я передвигался, со мной не происходило. Вот. Ну, а мы причалим вот здесь аккуратненько сейчас. И где-то здесь она вон там около... А, как раз около знака вопроса, так и она их вводит. Это водная баба. Нам сейчас попробовать можно будет использовать бомбочку «Северный ветер». Против этих, мне подсказали, против этих водных баб. Они очень эффективно, они их замораживают и как бы встанет, они падают на землю, где имеется возможность их добить одним ударом. Вот и баба. Не такая уж она и сильная. Бум. Восьмом уровне всего лишь, видите? Раз. И все, она склеивается. И, собственно, не рассыпается на осколки, но падает. И мы можем ее добить. Она несложная, в принципе, и так была для нас, но... Прикольно. Так, улучшенная неясость. Я, правда, немножко уже запамятал, что такое именно неясость. Так, давайте почитаем вообще, в принципе, что у нас тут уже накопилось. Когда Геральд надавил на барону, открылась неприятная правда. Анна сбежала в отчаянии, приватив Тамару с собой. После того, как напившись до померочения рассудка супруг, зверски избил ее. Барон думал, что из-за этого Анна и потеряла ребенка, но Геральд не был в этом уверен. Ему не давал покоя странный амулет, полученный Анной во вторжи от ворожея для защиты от злых сил. Дело запуталось еще более, когда Геральд выяснил, что после побега из Вронис Анна была похищена и унесена во тьму неким огромным чудовищем. И словно одного этого было недостаточно. На ее ладонях незадолго до произошедшего появились странные светящиеся знаки. А, быть может, именно от них и должен был оберегать Анну амулет, который она получила от ворожея. А, быть может, это был знак вопроса. Я прошу прощения. Выяснилось, что ворожей прорицает граждан лучше, чем лечить несварение желудка. То, что он поведал ведьмаку на первый взгляд, было темным и неясным, но Геральд сумел разобраться в слышанном и извлечь из этого гунала польза. Через некоторое время ворожей попросил белого волка с помощью обрядом дядов, когда же охотники за колдуньями пытались перервать ритуал. Геральд помог его завершить, чем не искал доверие ворожея. Ворожение скелет в шкафу, как принято вызывать неудобные тайны, рано или поздно становящиеся явными, к случаю с ворожеем подходило как нельзя кстати. Можно представить чувство ворожея, когда темная тайна его убитой отец буквально явилась из могилы в канун дядов. Более того, призрак старого Ямраза явно хотел призвать ворожая к ответу за свою смерть. Благодаря вмешательству Геральда до мести дела не дошло, тайна убийства разъяснилась и сам ворожей, хоть и был убийцей, оказался в значительной мере жертвой. Геральд помог старику справиться с демонами, его молодость и заслужил его вечную благодарность. Да, это кстати был интересный такой примечательный момент. Кровавый барон. Оказалось, что барон регулярно напивается до жуткого состояния. Геральд лично убедился, сколь опасен он может быть для окружающих в такие моменты, придя с рассказом о том, что он узнал от ворожея. Филипп с самого начала понимал, что его жена и дочь не исчезли, а сбежали, но стыдился признать это перед ведьмаком, а потому изо всех сил пытался сохранить лицо. Однако он действительно делал все возможное, дабы найти беглянок. Ну да, мы, я помню, отхлестали его неплохо так. Так, Тамара Стенгер. Добившись до рыбака, который помогал Тамаре и ее матери при побеге, Геральд узнал, что она напала ужасное чудовище и утащила ее на болото. Тамаре же удалось спастись, девушка нашла кровь и пристанище. В Аксенфурте у родни рыбака. Так, ну вроде бы все. Ладно, последняя информация есть, про остальных мы вроде все почитали. Так, а вот духи и призраки. Лишачиха. Значит, это призраница наша Зуля, Болька, староста Полесия. Говорят, пламя истины любви никогда не гаснет. К сожалению, во словах это слишком много правды. Поэтому, вероятно, Зуля из-под Лиси, которую разделила с возлюбленным ранней смерти, не могла найти покоя в ином мире и вернулась в мир живых в виде полуночницы. Сражаться с таким созданием невероятно сложно. Полуночница создает как бы зеркальное отображение самого себя, сбивая потолку своих противников. Сама же она может принять материальную форму, став совершенно неуязвимой для ударов. Нематериальную форму. Лучший способ воплотить ее поставить ловушку Ирденом. И пока полуночница не освободилась, следует бить по ней знаком Игни. Самое же главное, и не подумай, выходить против полуночницы в полночь при высокой луне. Этот мстительный призрак убил бы всех жителей деревни до последнего, если бы в Верине не появился знаменитый ведьма Геральт из Ривии, которому как раз были нужны деньги. О, какой! Ну, это лютиковский слог в третьем лице, а Геральте, естественно, писать. Но здесь вообще, в принципе, о нем пишет в третьем лице, но когда он в такой вот именно форме, это прикольно. Так, ну что у нас вроде все. Мне... Так, 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 так. Мне не мешало бы посмотреть. По этим вроде я все уже прочитал. Все книжки я вроде не пропускаю. Странно, что они у меня здесь не прочитаны. Вот что меня больше всего умиляет, друзья мои. Так, ну хорошо. Хорошо. Вроде мы с вами медленно, но верно продолжаем свое движение вперед. Что у меня есть из хлама? А, вот видите, книжек непрочитанных у меня нет. Надо, конечно, было в первую очередь распродавать. Хотя нет, не в первую очередь. В первую очередь это на всяких палок и мечей избавляться, потому что они веса больше занимают. Поэтому не будем последовательно. Так, стоп. Медовые соты я что-то проморгал. А по бомбочкам. Так, для вемеритового улучшенного мне, оказывается, надо лепестки геннации. Они нам не часто попадаются, кстати говоря. Но будут попадаться. Я этим уже активно займусь. Вообще, в ближайшем, в ближайшей парочке, троечке частей. Я сейчас уже запамятил, я уже кое-что там записал. Но записал это на медне. В какой последовательности. Вообще, конечно, хочу позаниматься этим самым. Сбором разного рода рецептов улучшенных масел и бомб. У меня еще там не полная коллекция. Вот, полную коллекцию я, честно признаться, не изучал. На Ведьмачке, на Википедии. Сколько там всяких этих разнообразных есть у нас. Но сбору, так или иначе, они все равно все подлежат. Мы, друзья мои, с вами отправляемся в деревню Рудник. Там есть один интересный персонаж, с которым я хочу поиграть в карты. И кое-что по второстепенным заданиям. Да и вообще, в принципе, не надо там продаться. Там есть и кузнец, по-моему, да, он может купить оставшийся хлам у нас. Ими торговец точно так же. Вот, мы избавим тем самым свои карманы от ненужной тяжести. А карманы продавцов, купцов вернее, избавим от лишних денежек. Но сейчас, по ходу, ночь. Так, не по ходу, а точно 22 часа. И все они разбрелись по своим халупам переночевать. Здесь стоит нелюгарский гарнизон. И если вот так вот... Ух ты, метеоритное железо. Слушайте, но все равно я предпочту сейчас, друзья мои. Я обещал вам, что я не буду это все демонстрировать. Но покуда мы с вами все-таки прибыли. Займет это у нас сейчас некое количество времени. Я хочу проверить, не будет ли на нас реагировать бурно. Чтобы по коробкам лазим. Потому что мы до этого реагировали иногда. Я это, конечно, не демонстрировал. Потому что они нападают. Они явно выше по уровню, чем я сейчас. Так, вот я еще заодно улучшились. Видите, есть кузнечные. Точильня и дубильня. Дубильня я это так называю. Правильно, неправильно, не знаю. Так, и Милан Норан. Это у нас комендант, я так понимаю, от взвода. Я видел объявление. Кто-нибудь может рассказать о чудовище? Я могу. Наш патруль пропал на южном берегу моречка. И мы пытаемся понять, что случилось. Почему ты думаешь, что это работа для ведьмака? К югу отсюда есть деревня кирпичников, стежки. Сейчас оттуда почти все жители сбежали. И все твердили, что там завелось чудовище, которое людей убивает. Риданские патрули не заходят в эти края. А обычные бандиты не нападают на армию. Оставится только один вариант. Монстр. Узнай, что стало с нашим патрулем. Империя ценит жизнь своих солдат. Так что за хорошую работу будет достойная награда. Вы слишком мало денег обещаете. Давайте попробуем до 300 поднять. Почему бы и нет. Разумно. Может мы еще договоримся. Ладно. Круглую сумму его не устраивает. Давайте на 290. Отлично. Мы сможем заплатить. Согласен. Я проверю, что случилось с патрулем. Может в стежках и правда завелось чудовище. Хорошо. Такс. Ну, на самом деле в стежке нам идти реновато. Ну и с вами эти стежки уже посещали в прошлой серии, друзья мои. Там обитают гули 22 или 23 по-моему уровня. Видите, я сейчас нажал отслеживание квеста. Он для нас еще черепком помечен. Рановато совсем. На 12 уровня у нас старше. Поэтому не будем, как говорится, лезть пока на рожон. Прокачаемся хотя бы уровня до 15 до 16. Так. Прикольно хранить в шкатулке сломанные грабли. Ну да ладно. Это его величество. Польский рандом. Распределяется здесь лут. Хотя нет. Я так думаю... А нет, у них это самое. У них рандомно раскидываются только разного рода эти эликсирчики. Это я уже читал. Поэтому я не обращаю внимания на эти записки. Блин, пропустил там еще одну котомку. По-моему я, да. У них рецепт только рандомно. Остальные пеночевка, в принципе, может и соответствовать. Если вы будете вдруг параллельно со мной играть. Но я все равно по максимуму, кроме всяких, конечно, граблей, предпочитаю все дело собирать. Видите, когда блюдо попадается, а когда слитки метеоритного железа. Господи, как же ты кашляешь-то. Как будто с проклятых рудников прям приехало. Так, ну вот гниющее мясо. Я не знаю, может быть оно мне, конечно, понадобится дальше. Но по квесту, по-моему, я помню, что-то такое можно будет использовать. Но это все не сейчас. Деревенька, повторюсь, сейчас у нас находится на почивальне. Мы сейчас с вами обыщем еще парочку домов. Никто нам это, благо, делать не запрещает. Ну, кроме как закрытые двери. Но я имею в виду из гарнизона Нелюгарского никто. Вот видите, двемеритовая руда. Это же все очень, в принципе, будет полезно для изготовления в дальнейшем доспехов. Очень скоро постараюсь, кстати говоря, приобрести уже эти самые доспехи. Как они там? Грифона. Школа Грифона. Не доспехи, а вообще весь, в принципе, сет. Но это, я думаю, в следующей серии мы с вами уже займемся. Или через одну, хотя бы, как минимум. Посмотрим, как будет получаться. Вообще, в принципе, я уже, повторюсь, я записал уже несколько периодчастей. Осталось мне только сесть их и озвучить. Своим бубнящим голоском, на ваше удовольствие, самому кайфово в ведьмачке пребывать. Потихонечку у нас начинается всякий, все-таки развиваться. И сам наш Геральт, светящийся руда. Видите, как интересно здесь попадаются. Оптиматор и спирта краснолюдного, куча краснолюдного, краснолюдского, конечно же. Вот, да и, в принципе, всякой вот такой вот мелочевочке попадается. Видите, и еда, и алкогесты, это все, друзья мои, полезно. Я поэтому говорю, я предпочитаю, как и в прошлых ведьмаках, залазить в дома, собирать. И потом не испытывать никаких проблем с алхимией и прочими прелестями и с крафтовыми ингредиентами тоже. Очень часто нам бывает везет. Не придется тратить деньги на все это и поиски, у кого это все продается. Видите, весьма-весьма полезно. Очень здесь, так мы с вами забрали в эту деревеньку истежки, как она. Рудник, деревня Рудник. Ну, а раз она кашляет, эта барышня, на которой я только что сказал, что действительно, значит, Рудник-то этот проклят. Так, вот этот лодочный мастер, по-моему, он у нас в Гвинт является одним из Гвинтовых персонажей. Сейчас надо посмотреть, так. Дополнительно Гвинт игры с Крачмарями это не то. Скачки, ладно, тоже попозже поиграем. Давайте мы сейчас с вами до утра отдохнем. Сейчас, в до восьми как раз все, я так надеюсь, будут уже потихонечку возвращаться на свои рабочие места. Да, лодочный мастер. Но, друзья мои, с лодочным мастером нам рановато играть. У него очень жесткая колода, надо попозже к нему возвращаться, когда уже хоть мы что-то уникальное подсоберем. Сейчас мы сможем сыграть с купцом. Он нам тоже даст карту какую-то уникальную. Пока сейчас не буду забегать вперед. Давайте поговорим с ним и попробуем сразиться. Поторгуемся с ним уже после игры. Должен признаться, что не с первого раза я его одолел. И стану я вам фейлы показывать. Но, я уже немножко запамятовал, во-первых, как в эту игру играть. Хочу попробовать поэкспериментировать в фольтестом завоевателе. Вас пользуются лидером. Он увеличивает наши дальнобойные отряды, именно катапультные которые. А в карте всяких погодных эффектов, я даже не знаю, стоит нам вообще, не стоит. Ладно, давайте попробуем так пока. Без погодных эффектов. По-моему, у него ничего такого нету с погодными эффектами связано. Так вот, дикстра у меня есть. Это хорошо. И рок изобилия. Но этот рок можно использовать не только на дальнобойные, но и на рейнджер атаки и пехоту. Рейнджер я имею ввиду лучники. Да, вот эти вот. Собственно, с них мы и начнем с вами. Видите, у нас весьма много этих лучников в колоде имеется. Дикстра я пока пользоваться не буду. Прибережем его. У меня еще, видите, есть и... Жалко, что чучело не попало. Потому что у него тоже может быть карта шпион. Так. Мы сейчас пока по полной программе воспользуемся лучниками и усилим их нашим рогом. К сожалению, у меня нет вот еще такого с пожатыми руками еще одного такого лучника. Наверное, Рубаев из Клинфрида на нем изображены. Я не прочитал. Так. И он неплохо, зараза, тоже, видите, пользуется своими. У него такая же колода, как и у меня. И у него она явно побогаче. Видите, у него есть уникальный Ян Наталис у него есть. Это 10-й. Он неубиваемый какой-то, там, непереманиваемый. Вообще никак его к себе не загребешь. Но можно потихонечку начинать пользоваться уже и пехотурой. Потому что если у него какие-то негативные карты есть, то он и себе что-то попортит явно. Хотя, вроде, по-моему, Ян Наталис, он как раз таки себе и не попортит. Наверное, я все-таки опрометчиво начал закидывать. А мне уже особо больше ничего не остается. А вот чучело, вот он отлично сейчас использовал. Мы сейчас можем воспользоваться дикстрой. Он увеличивается, усиливается. лютиком, бардом. Но все равно этого мало, чтобы меня догнать. А мы тем временем имеем преимущество по картам. Ну давайте выложим еще одну. У нас еще есть, видите, карта лечительная. Вот, отличный противник спасавал. Мы сейчас, если выигрываем раунд, мы получаем еще одну карту. Это у нас колодная особенность. То есть, королевство севера имеет такую возможность. Если они выигрывают раунд, получают еще одну карту. Мы получаем карту рейнджера. Без разницы, какую, в принципе. Посмотрим, что у него осталось. Так, у него лечилка одна осталась. Скотина. Он за эту дикстру, видите, нам. Ах ты гад. Получается, за это еще две карты. Ладно, мы сейчас тоже так же попробуем это использовать. Ну, я думаю, лучше брать, наверное, требушет. Потому что у меня как раз фольтест будет усиливать эти требушеты. Будем отыгрывать с ним. У меня сейчас вроде неплохо, но он скотина, видите, получает. У нее еще, видите, есть уникальная карта Цирилла. Аж 15 очков она дает ему. И он уже, вот, скотина со мной поравнялся. Поравнялся. Ладно. Будем надеяться, что у него нет негативных эффектов. Так, и последний шанс у меня остается усилиться. Почти в два раза я усилился. А, у него осталась одна карта. Три бушетницы слишком маленького номинала. И мы побеждаем, друзья мои. Это действительно очень сложная была бы с ним битва. Придется вам помиксовать с ним карты, если... Ну, я просто, естественно, хотел это все дело без фейлов вам показывать. Мы получаем 20 крон своих заслуженных и Индриагу. Очень странно, что он отдает мне карту монстров, когда у него у самого колода, блин, этих самых. Кого? Колода у него Королевство Севера. Хотя у него, наверное, все колоды есть. И не знаю я, по какому здесь параметру, по каким здесь принципам награда именно карт выдается. Начисляется, когда мы побеждаем соперника того или иного. Но так или иначе, мы с вами на пути, друзья мои. На один шаг стали ближе к завершению квеста полной коллекции карт Квинт. Я еще пока никого не пропустил. У меня все на примете. У меня еще есть барышня из самих, по-моему, стежки, как она называется-то. Из Вронец. Ну, бароновское поместье там. Кузнец и его подмастерье из Келлиги. У нее очень жесткая колода была. Монстров, я только не смог ее преодолеть. Не преодолеть, а одолеть. Так, давайте починим наши с вами эти самые, да. И продадим сейчас ненужный хлам. Так, даже не знаю. Ну, вот эти вот желтые можно продавать смело. Вроде как бы, по идее, они должны ему подороже заходить. Хотя на сферисовом в копейки все стоит. 8, 4, 4. Там вообще мелочевка. Ну, ладно. Так, вот это уже поинтересней. Комбинезончики, они побольше весят. Но, видите, и побольше денег за это он отдает. Так, вот эти перчатки убийцы. Ну, я не знаю. Продать их. 44, пускай, ладно. Пускай будут у него. Меч с топором пока продавать не буду. Возможно, мне там что-то для крафта пригодится. Так, 50. Так, 38. Ну, это, конечно, топором я пользоваться не собираюсь. Поэтому, я просто сейчас пока хочу подождать на компоненты. Возможно, мне придется его разобрать. Ну, что. Вроде мы здесь с вами все посмотрели. Пообщались. Здесь есть еще с кем нам поиграть в карты. И, по-моему, даже не один человек здесь в карты может поиграть. Тут вот лодочный мастер может поиграть. Еще там какой-то Бойко как-то, по-моему, зовут. Что-то не помню я уже. Сейчас. Попозже. В следующих сериях. Повнимательнее мы с вами. В общем, я перемотал. Мы с вами двинулись на место интереса, которое находится южнее той самой проклятой башни, где мы с вами выполняли. Очень интересный. Один из самых лучших крестов. связанных с крысиным так называемым здесь местным, короче, тоже князьком. Но здесь есть место южнее, повторюсь, поинтереснее. Тут очень много разных сундуков. Здесь руины. Мечи забрезков. Вот мы здесь, видите, находим сразу сходу. И улучшенный сон дракона. Не сказал бы я, что я прям счастлив от этой находки, но я повторюсь опять. Это его величество здесь рандом разбрасывает эти рецепты. И поэтому я еще вот, видите, мы нашли один сундучок. Еще один. И масло против вампиров улучшенное. Чертеж. Улучшенный доспех школы волка. Это тоже, в принципе, весьма важная находка. И придется нам, я надеюсь... Нет, нам сюда, на самом деле, друзья мои, придется еще раз вернуться в это место. Потому что я здесь забуду сейчас один сундук ковырнуть, который находится чуть левее от меня. Здесь их по периметру вообще очень много. И еще, видите, валяется труп, у которого есть тоже записочка. В котором записки испачканы кровью. В котором хранятся сведения. Чтобы не забыть, место это островок с руинами зданий или моста, построенного из красного кирпича. На острове остались следы лагеря. Нужно спуститься под воду, где видны останки строения, среди которых находится и находится сундук. Остров Коломницы назывался тот остров, где мы с вами дрались с полуночной... С полуночницей той. Я уже заговариваюсь в прошлом ночи. И тут на меня просто, друзья мои, неожиданно выпрыгнули утопцы. Утырцы я их хотел назвать. И как-то они такого, вроде казалось бы, четвертого уровня. А просто таки начали меня выносить, выкашивать. Обратите внимание, они вот когда по мне проходятся, несмотря на мою, хоть и не самую крутую, но весьма прочную броню-то, да, на десятый уровень, не люгарскую, меня почти что просто вынесли они. Спасло меня чудо какое-то. Сейчас оставили мне прям 0-0 там, 1 целую дючку. Вот видите, 17 пунктов здоровья мне оставили. Сейчас придется нам... У меня еще просто лакомка не работала, я забыл всем ее активировать. Поэтому, блин... Вообще сейчас мне каким-то чудом просто повезло. Я не знаю, я офигел, насколько они борзые, эти утопцы. Естественно, конечно, я от неожиданности немножечко так перетрухнул с ними сражаться более тщательно, скажем так. Вот прилетело. Прилетело мне, почти что вынесли. Еще один удар бы мне, все, хана. То ли какой-то перк, то ли какое-то умение, то ли из оружия, или из... Этого самого. Здесь стоит осмотреться. Из мечей из моих, да. Или из арбалета, может. Короче, видать, и там какой-то последний удар мне позволили выжить. Хотя, возможно, просто повезло, что не все отодрали. Так, здесь еще тоже в этих руинах плавают утопцы, да. Я их уже видел чуть ранее на карте. Аккуратно, вы посмотрите, сколько он сдирает. Тварь, ты просто... Дрожащая. Так, это скотина уплыл за стену. Аккуратно, все отлично. Сейчас еще один выстрел. И все. Так, вроде обезопасили себя. Но, надо немножечко подышать. И занырнем. Здесь, я повторюсь, есть на что обратить внимание. Может быть, я даже не все сундуки-то у меня и получится собрать. Они заразы здесь очень глубоко все расположены. Впору даже воспользоваться этим эликсиром, при котором геральт может на более долгое время задерживать дыхание свое. Чертов грипп мы еще находим. Отличный чертов грипп. Тут находим меч Дейтвен. Это прикольно, кстати говоря. Затаня дополнена. Затопленный сундук. А, ну вот это вот. Мы сейчас как раз таки квесты от этой записки второстепенной и с вами вымучили. Так, все, у меня уже не хватает воздуха. Так, там еще надо заполнить. Внизу два сундука. Обратите внимание, сколько здесь всего запрятано. И приходится выныривать на свежий воздух. Так, вот один сундучок и второй еще где-то должен быть чуть пониже. Улучшенное масло против призраков отлично. Это очень мне сейчас поспособствует дальнейшему моему. Если, конечно, будут на него эти самые ингредиенты. Ну, на улучшенные вроде не так сильно много и надо-то. Я уже и так все вроде собираю. Как чайка на все светящийся. Друзья мои, вы сами видели, да? Поэтому сейчас будем смотреть, что из этого всего можно пособирать, поулучшать. И отправимся выполнять дальше свою нелегкую ведьмачью работу. Но у меня еще одолевают, обуревают сомнения, что я не все здесь усмотрел. Обратите внимание, как здесь все-таки много всяких этих руин развалин, да? И каждый уголочек этот не всегда подсвечивает Геральтова вот это вот орлиное зрение. Детективный его, скажем так, этот режим. Так, вот, я вижу еще, вы видите? Сейчас надо, значит, нам вдохнуть воздуха. И еще два сундука. Два же, да? Ну, пока я вижу один. Но там вроде их два было. Еще не факт, что здесь пропустить-то удастся. Так, вот один я вижу. Второй пока что-то как-то пропал из виду. Или это просто блик был от этой желтой? А, нет, вон, второй, да, видите, есть зелье Рафарды Белого. Слушайте, какая красота. Там еще какие-то, эти мы нашли с вами, инструменты для починки или для брони или для мечей. Да, господи, куда застрял-то я? Вот еще здесь все-таки я уже жаловался на это. И, в принципе, не только я один. Здесь, мать его, за ногу очень часто Геральт может запутаться в текстурках. Не только под водой, но и на поверхности. Особенно обидно, конечно, когда это под водой происходит, потому что у нас ограничено время, что мы можем пребывать тут. И я опять из виду потерял нахрен этот дурацкий сундучок. Вот он вроде где-то здесь должен быть, да. Так, Эльхард и улучшенный самум. Это, по-моему, ослепляющая наша бомбочка. У меня она есть в обычном варианте, я имею в виду. Так, ну а теперь вроде бы все. Ну, на самом деле, друзья мои, это нифига не все. Я еще раз повторюсь, мы сюда еще вернемся. Сейчас я еще так дополнительно проплыву по периметру. На самом деле, поплыла я дополнительно не по этому самому периметру. Надо было с левой стороны оплывать этот островок. Потому что там еще есть сундучки, за которыми мы вернемся в следующей серии. Но это, я надеюсь, получится сделать очень скоро. И более того, я так, у меня вот новый меч. Ух ты, Дейтвен, слушайте-ка. Ну и плюс 19 аж урона. Он еще урон Холдом наносит и шанс вызывает заморозку. Так, а эта мощь Квен и Ирна, блин, тоже, конечно, хорошая. Но урон, я думаю, мне важнее сейчас. Сейчас надо будет его приодеть. А, у меня вот эти камушки еще на урон у того меча. Вы представляете, если бы он еще без камней был, насколько бы он превосходил по этой самой... Прикольно, он рыбкой нырнул прямо в лодку. Да, здесь, конечно, взаимодействие с текстурками очень часто подводит. Я иногда прямо из этого очень сильно огорчаюсь. Так, наша задача сейчас отправиться вот в это место. Так, вроде я сейчас за румпер сел. Странно, что он мне не дает, не находит причал. Здесь же есть тоже и такие морские зелененькие точки быстрого перемещения. Когда ты сидишь именно за рулем, за штурвалом с этой самой... Может, куда-то отплыть надо подальше? Вообще застряло все. Или, может, уже просто забагованная лодка? Так, вот я нажимаю. Так-то... Ага, вот появились пристани. Все отлично. Вот мы сейчас как раз... Ой, аккуратно там она прямо рядышком расположена. Отлично! Не придется перематывать. А самое главное, не пришлось долго бежать. У меня пока еще работают мои бафики на броню и на оружие. Естественно, конечно, я всегда это буду рекомендовать делать. Почаще заглядывать к кузнецам. Особенно, когда собираетесь на какой-то заданец. На какой-то квестик. Как сюжетный, так и не очень. Так, давайте посмотрим, что у меня по бомбам. Улучшенный самым. Пока надо подождать с ним. У меня кошки обычно даже нету. Так, в общем, вот это вот мы сейчас обязательно улучшим. Потому что мы сейчас будем с призраком сражаться. Там призрак, по-моему, находится как раз-таки полудница или полуночница. Зелия Рафарда Белого мгновенно восстанавливает часть здоровья. Как, в принципе, и было в первом, по-моему, в Ведьмаке. Так, вампиры тоже улучшаем. Отлично. Так, и улучшенный самым. Отличный чертов улучшенный сон дракона. Слушайте, ну, неплохо. Неплохо. Моя радость. Мы уже с вами так нормально, да, насобирали ингредиентов и рецептов. И, конечно, в дальнейшем это все будет более сложно добываться. Но я рад, что на начальном этапе мы, в принципе, с вами весьма неплохо уже представляем себе весьма грозную боевую единицу уже с неплохими бафами, с неплохими эликсирчиками, с неплохими маслами и бомбочками. Правда, бомбочками в последнее время как-то редковато пользоваться, начинаем. У нас еще и отваров куча разных есть. Я помню, вы там мне пишите разные, пробовать тоже и отвары на разных там этапах того или иного квеста или вообще дополнительного задания. Будем, конечно же, в дальнейшем экспериментировать. Здесь у нас находится, не вижу кто, полудница находится. Да, сейчас вроде день деньской, в принципе, полудница и должна. Она тоже 15 уровня. Я уже повторюсь, я сюда уже заглядывал чуть ранее. Мне она дала люлей. Я на тот момент счел лишним пытаться ее завалить на более еще низком уровне сложности, чем у меня сейчас есть. Я тут, по-моему, был то ли на седьмом, то ли на восьмом. И сами понимаете, почти в два раза она у меня превосходила. Сейчас всего лишь на четыре показателя. Видите, она даже зелененькая вроде как для меня. Ну, давай, давай, хорошо. Но они вроде, в принципе, так все зелененькие, неважно. Цвет уровня циферки, вот этой уровня, не зависит от того, насколько она тебя выше. От сложности, я скажу так, от ее. А вот то, что она бесоебствует, уходя из битвы, туда-сюда я за ней еще вынужден носиться. Мне и так-то с ней тяжело в фокусе ее держать, потому что она, зараза, то и дело в мир иной попадает. Блин, зараза, обратите, весьма больно ударила меня. Ну, правда, это была лобовая, можно сказать, атака. Она еще, видите, призраков призывает, которые ее лечат. Лунную пыль я просто не хочу на нее, если честно, тратить. Зараза, больно. Анияс я тоже что-то как-то не осмирился. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не я себя не осмелелся тратить. Она бы нам восстанавливала, конечно, энергию побыстрее бы. Она, он, эликсир этот, конечно. И, в общем, без него, благодаря знаку Ирду, мы, друзья мои, одолеваем. Эту чертову полуничницу, полуни, полунинца. Так, какие мерзкие стальные меч находим в сундуке. И рецепт полнолуния. Что же это такое за рецепт, что он нам дает, я что-то не понял. Что это за такой эликсир интересный? Так, эликсир. Мы его, кстати, по-моему, уже даже сделать. Увеличивает максимальный уровень здоровья. Токсичность 25. Ну, это четверть, короче, да? Ну, давайте здесь сделаем, сделаем. Раз мы можем сделать, почему бы нам не сделать его? А то мало ли, потом не будет экрегридентов. И в улучшенном варианте, я так понимаю, когда мы найдем уже все улучшения к этому эликсиру. Перед боем, перед каким-нибудь очень толстым соперником, это будет весьма хорошим подспорьем нам, друзья мои. Забавно, что, если честно, так сейчас вспоминаю, когда я первый раз играл в Ведьмака, я очень как-то так кисло пользовался этими самыми всякими эликсирами и маслами. А как показывает практика, это чертовски и вообще значительнейшим образом увеличивает ваши шансы и вообще возможности в бою, прямо-таки нанося порой колоссальный урон. Видите, там некоторые просто не выдерживают натиска Геральтова от его ударов клинком. Я представляю, что будет, когда мы будем с вами уже потихонечку равномерно продвигаться. Я пока, честно признаюсь, еще хочу без, естественно, вашего ведома, но, естественно, потом все это запишу, более-менее поизучать вообще всю эту карту на предмет ее уровней, скажем так. В какой момент, на каком левеле мне стоит посещать те или иные точки интереса. Здесь у нас находится прикольный, кстати, прикольное место интереса с каким-то кэшалотом, выброшенным китом на берег и, конечно же, утопцы, которые даже уже почернели для меня, но все равно зараза представляют очень неприятную угрозу. Вроде мне удается практически без последствий их одолевать, и мы здесь находим с вами улучшенную ласточку находим. Это прикольно. Меч из Морибора. Так, по-моему, я немножко поторопился. Надо было сперва взять... Ух ты, мы ласточку можем сразу улучшать. Вот это круто. Я, правда, ей как-то редко в последнее время пользуюсь, потому что у меня есть лакомка. Ну, так или иначе, под спорь это неплохое будет для... Если будет какой-то нам попадаться очень жесткий враг... Ой, вы посмотрите, как у него кишки прям наружу. Блин, вот это крутой. Я бы, конечно, не сказал, что это прям круто. Но его тут вспороли, и его тут этим китовием жиром кто-то питаться пытался. Явно утопцы. А может, тут еще помощнее, побольше. Но, поскольку это не интерактивная достопримечательность, я думаю, что мы с вами ее оставим. Хоть, конечно, это и прикольно попадаются нам... Вообще, конечно, эти всякие мерзости, которые присутствуют в мире Ведьмака, они весьма и весьма добавляют колориту, скажем так. И прикольно находить что-то подобное. Так вот, знаете, бредешь, бредешь, так разглядываешь эти места интереса. Ебас, такая вот китовья туша у тебя попадается. Так, ну-ка, нахрен. Так, эти здесь вроде слабоуровневые. А место интереса представляет собой вот этот вот сундучок, который на самом деле, да? Давайте замернем еще разочек. Так, отлично. Мне вообще, конечно, не помешало бы еще подводных этих растений находить. Так, стоп, а это и этот сундучок-то у нас вообще или нет? Ну, куда ты целишься, Геральт? Вот ты же видишь, что у тебя Эрвилюс. Да, это и этот, оказывается, посерел. За них, в принципе, даже опыта не дают. Да господи ты, боже мой, он тоже с фокуса сбивается. Все, учуял, что ли, меня? Нет, плывет, плывет, плывет. Не дают за них опыта уже, они прям совсем мелкие для меня. Но, я еще раз повторю, даже мелкие по уровню здесь представляют для вас опасность. Поэтому мне даже, наверное, от этого, отчасти, мне кажется, из-за этого мне рекомендовали автолевелинг. Вот этот вот включить в опциях, который, скажем так, уменьшал или увеличивал уровень мобов. Но это как вот в Скайриме, в Абревионе, когда ты приходишь там сразиться с кем-то, они подстраивались под твою прокачку уже, то есть под твой уровень. И, не знаю, как по мне, это как-то немножечко некорректно. Особенно, когда ты пребываешь в открытом мире, где ты знаешь, что можешь натолкнуться на какое-то чудище, которое будет там каким-то охренеть каким-то превосходящим тебя, да, по уровню, по прокачке. И тебе это даст, скажем так, повод задуматься, стоит ли вообще сюда пребывать или стоит с ним сейчас сражаться. Челленджи, конечно, можно здесь пробовать, устраивать там, побороться, прийти там, да, со знакомыми вопросами еще, которые будут даже даже непонятны, насколько у тебя выше. Но я, честно говоря, не очень уверен, на начальном этапе стоит этим заниматься. Как и, в принципе, включать этот автолевелинг, который будет подгонять всех монстров под нашу прокачку. Мне кажется, что это немножечко как-то неестественно, что ли. Лишает нас, возможно, лишает нас, ну, на мой личный взгляд, такой скромный, какой-то, какого-то отыгрыша. Так, а у меня, интересно, карте еще улучшены. А, мне фом-3, да, значит, улучшены. Ух ты! Главарь бандитов у нас, вы посмотрите-ка. Ух ты, какой-какой-какой! Он успевает меня заблокировать, еще и... Так, ну-ка, пока погори. Хорошо, он пополам разрубили. Так, ты пока подымись. Все, вроде отдымился он. А что, если аксии мы его сейчас туда немножко перемашить? Ну-ка, 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 ну-ка. Главарь бандитов. Там еще, смотрите, по мини-карте, судя, дохрена народу. Так, давайте сзади его обойдем и... Ах ты, это еще не все. Крепкий. Орешек оказался. Ладно, все, аксии я уже не тратить не хочу. Записки пиратского главаря. Что может быть лучше войны? Реданцы с невгарцами друг другу в горло цепились, а нас никто внимания не обращает. Можно грабить, тащить, убивать, покуда не надоест. Так ведь, это не скоро настанет. Я обычно не пристаю к берегу в людных местах, но в этот раз у нас не было выбора. После последнего шторма лодка начала черпать воду. Надо было ее вытащить на берег и починить. Мы вышли на берег и... Готовы к бою, никто не попробовал нас прогнать. Правда, то и дело доходят нас мельчаки какого-то барона, но от них там больше хлопот не бывает. Больших хлопот. Поэтому к нам особо спешить некуда. Я решил вместо того, чтобы латать старую колошу, выправить нам новую лодочку. А что? Надо пользоваться этой заварухой, покуда можно. Говорят, тут где-то рядом есть небольшая корабельная верфь. Нам подойдет в самый раз. А пока мы ждем новый корабль, пошлю людей, чтобы поискали знаменитый клад королевы Зулейки. Если есть там хоть десятая часть того, что я слышал, то мы все будем богачами. Во всяком случае, и я. А вот, видите, здесь... Надо было сюда, конечно, немножко пораньше приходить, хотя они и седьмого уровня, но мы с вами и на более серьезных товарищей нарывались. На тот момент, когда еще сокровище Зулейки находили. Друзья мои. Ну, это вы смотрите сами. Это я чисто как-то по наитию у меня получается действовать. Я стараюсь, конечно, больше задумываться сейчас в последнее время именно о сюжетных заданиях, чтобы не проморгать тот самый момент, когда мы будем получать с этого профит. Потому что может так статься, что на некоторые сюжетные задания мы будем приходить уже перекачанными. Это, конечно, облегчит нам, в кавычках я имею в виду, облегчит, прохождение, якобы, что они будут послабее, но если действовать неумело и получать урон, то и даже серовые качества, скажем так, уровня враги могут доставить серьезные хлопоты, как вы видели. Так, а почему у меня бочка сейчас не подожглась? Я вообще надеялся, что... Так, ну это я уже, конечно, зря поджег. А ну-ка, ну-ка, ну-ка! Ох, ты, скотина, успел меня таки вон ранить. Да, не очень, конечно. Кляшу тебя за это, оторву. Не очень мне, конечно, успешно здесь удалось их здесь порубать, товарищи всех этих. Но, повторюсь, у меня есть лакомка, еду мы по-прежнему находим. Лакомка прям вообще великолепный, просто-таки... этот самый... великолепное умение, да. Успевай только еду находить. Так, мы здесь с вами... Блин, я еще какой-то там бочка, по-моему, не залутал, и у нее пробежал. Потому что когда все время наспех что-то делаешь. Так, вот еще, видите, да, ящички стоят. И улучшенный стальной меч школы Грифона. Неплохо, неплохо, Николас, как говорится в одном фильме. Так, ну и вроде бы все. Мне что-то больше особо-то ничего не попадается здесь. Так, и следующее место интереса, по-моему, находится на воде. Там будут сейчас контромандные у нас эти бочки на дне валяться. Если мне память не изменяет. Да, в общем, так что, друзья мои, никто вам не говорит, что можно действовать, как я. Вы могли сюда, видите, как выяснилось, и пораньше прийти. И все это дело здесь... Так, стоям-бо. Еще что-то, видите, нашел. Мастер-бронник. Ба-тю. Так, вот еще что-то в этой бочке особо-то еще нет, кроме цепочек ненужных. И новая отметка появляется в виде катарабанды. Давайте сейчас мы за ней спустимся. Это, я уже думаю, будет последнее место интереса. Мы сейчас попробуем вернуться в одну из деревень. И там возникнет дополнительный квест. В одну из деревень мы с вами вернемся. Раньше ее не было, эта деревня. Мы ее с вами освободили. Так, а здесь кроме флорены и парочки ингредиентов особо ничего полезного-то и нету. В этой катарабанне. Ну ладно, зачистили и зачистили. На скеллиге будет очень много этой катарабаны. Крушина нам потребуется, как раз таки, да, для изготовления. Слишком много здесь косички рыб плавают. Так прикольно. Подводный мир, конечно, здесь тоже очень забавно сделан. Он не то чтобы прям будет иметь какое-то значение, но будут с ним связаны интересные еще задачки. Так, и нам нужно вообще, конечно, не в эту деревню. Не в деревню в Кулыки, а чуть в севернее. Давайте поболтаем с этой несчастной барышней. Ну, в принципе, Геральт особо никогда не торгуется с барышнями и вообще с беззащитными. С теми, с кого денег особо-то брать и не положено. Покажи, что у тебя на складе. По благородным соображениям, скажем так. Но Кулы, она уж сама предлагает. Посмотрим сейчас, чем он тебе закончится. Продадим сейчас, если это не нужный, опять Лутеский, то, что мы с вами насобирали. И так-то поглядеть на нашу с вами, что называется, казну денег. У нас четыре с половиной тысячи крон. И плюс еще есть Флорена, которую можно будет менять в банке у Ивальди. Они там вроде по неплохому курсу будут продаваться. А по-моему, даже что-то будет еще и покупаться и продаваться за Флорена. Так, стоям-бо. Мерзкий кинжал мне пока нафиг не нужен. Давайте сейчас посмотрим, что здесь еще есть. Я город-то этот освобождал, я помню. Здесь бандиты, по-моему, тоже раньше были. А это поселение. Странно, что кузнеца почему-то здесь нет. Купец есть. Кузничные все эти дела есть. Ох ты, записка, смотрите, какая-то неотправленная письмо. О, интересно. Привет, Грегор. Слышал, что пиратов прогнали. Честное слово, ни следа от них не осталось, если не считать свежих могил и кровавых пятен. Мастерская, в общем, такая же, какой мы ее оставили. То есть все сыпется, но работать можно. Инструмент ржавый, но есть. Слово можешь возвращаться. Только не с юга, а то там какие-то бандиты лагеря разбили. Природа праздности не терпит, как говорится. Все будет, как в старые времена. Шум моря, песни, птицы, запах смолы, сохнущий на лодках. Это что за трупешник здесь с яблочком валяется? У него мухи летают. Сейчас мы эти все котомочки с бочечками тоже обыщем. Вот видите, спиртецкие находятся. И стража вроде на нас никак не реагирует. Стража у нас не львгарская. Я, конечно, все ящики сейчас не стал осматривать. Теперь мы, в принципе, сейчас вольны отправиться. Посмотри, что же случилось с этой суженым, этой несчастной барышней. Ага, вон там что-то кто-то рычит. В больших количествах, кстати говоря. Может на медведя нарвался? Или на каких-то монстряков? Не? Давайте посмотрим, вот следы на его. Еще след, это ты до этого что-то раз находил? Блин, у вас возвращаться обратно, я не знаю, стоит. Следы, конечно, тянутся. Ну, в принципе, понятно, что они тянутся. Я думаю, что из-за каких-то новых реплик Геральта возвращаться обратно мы сейчас не будем. Там на самом деле находятся собаки у нас. Собаки у нас будут убиваться стальным мечом. И еще больший эффект будет иметь этот стальной меч, если он будет смазан маслом против зверей. Мы с вами можем выпить. А, это у меня лакомка закончилась. Так, где... Ой-ой-ой-ой-ой! Танцующую звезду просрал! Ух ты, а собаки-то здесь такие... Немного, немало десятого уровня. А я, блин, просрал танцующую звезду. Как обидно-то, а! В какие-то, блин, камыши она у меня... Не камыши, а в ветки какие-то зацепилась. Больно, больно ранилась скотина. Спасает ультимативные увороты тут, конечно. В моде школа платвы, конечно, так вот этим уворотом попользоваться не дадут. Там очень жестко от этого тратится энергия. И Геральд просто перестает прыгать. Странно, что у него сейчас слева этот ведьмачий медальон дергаться начал. Собаки вроде не являются монстрами. Ничего магического у них не содержится. Так, а вот трупешник обглоданный какой-то. Да, нарвался, причем на такую сворт. Серьезную. Я и сам-то попотел. Обидно, только сейчас просрал эту. Танцующую звезду, блин, последнюю. Мог бы и не тратить. Да, к сожалению, вот такой вот короткий это у нас получается с вами квест. Далеко идти не пришлось. Новости, к сожалению, не радужные. Но это говорит лишь о том, что в этом мире ведьмака не все делится на черное и белое. Бывают и плохие вещи. Гонец должен прислать. Давайте поболтаем с ним. Я не могу их принять. Жаль, я не привел его живым. Могу я хотя бы за телом сходить? Это опасно. Но если решишься, он лежит возле селков. Спасибо. Прощай. Дорогие друзья, на этом я предлагаю закончить 29 серию. Вот такая она была событийная. И я очень надеюсь, что вам все понравилось. Тыгните большой пальчик и подпишитесь на канал. Скоро увидимся. С вами был Фолиот. Всем до новых встреч. Большое пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!